Представительницам прекрасного пола следует помнить, что летом косметика портится гораздо быстрее. На солнце помада, тушь, тени и кремы не просто теряют свои свойства, в них могут завестись микроорганизмы. Анжелика Королёва узнала о премудрости летней женской косметички. Похожие на леденцы блески для губ и нежнейшие, как персик, пудра и румяна. Всё это очарование ярко смотрится и блестит в лучах солнца. Однако на пляжах, подоконниках и столиках у окна содержимому косметички делать нечего. От жары любая косметика просто испортится. Помады, тональные крема хранить в холодильнике, в дверной секции. Тушь, пудру хранить при комнатной температуре, желательно избежание от ультрафиолетовых лучей. Летом даже скидки на химические пилинги не должны привлекать красоток. Лучше изучать прайс-лист на увлажняющие и питательные процедуры. Как человек на солнцепёке хочет пить, так и его кожа нуждается в увлажнении. Это оригинальная масочка у нас идёт на улучшение кровообращения, для улучшения тонуса, упругости, разглаживания мелких морщинок. Вообще для увлажнения кожи это самая, я не знаю, востребованная, наверное, процедура, которая сейчас у нас. Эффект видно сразу. Если чистка лица и лечение аллергии не входят в планы на лето, на пляж, в сауну и солярий, декоративную косметику наносить не стоит. А вот очищающие и тонизирующие пенки, лосьоны и тоники должны быть под рукой. А тем, кто предпочитает домашний уход за собой, специалисты советуют хотя бы раз в жизни сходить к профессиональному косметологу. Он точно определит тип кожи и расскажет, как правильно сохранить её красоту и молодость. Анжелика Королёва, Артём Королёв, Вести, Рязань.